Денис начал путь в киберспорте в 2010 году. Его любимая дисциплина FIFA, популярный симулятор футбола. Этим летом парень занял второе место в городском турнире. В соревнованиях, которые проводит Мурманский дом молодежи, принимает участие уже пятый раз. Говорит, здесь соперники сильнее. Никогда не выигрываю. Всегда проиграю вечно. До финалов дохожу и вот ни чуть-чуть не хватает. Хотя матч длится не больше 10 минут, перед каждой игрой, как и в настоящем футболе, нужно основательно подготовиться. Выбрать оптимальный состав команды, подобрать эффективную тактическую схему. Вы должны думать за весь этот слаженный организм из 11 футболистов. Вы тренер этого организма. Турниры по FIFA в доме молодежи проводятся уже больше года. Практически каждый месяц. Это тоже очень важное направление молодежной политики. То есть сейчас очень много молодежи участвует в таких турнирах. У России очень сильные команды на киберспортивных турнирах. И это очень сильно развивается. Попробовать свои силы в киберспортивном турнире может любой желающий. Даты проведения можно узнать в социальных сетях Дома молодежи. Для тех, кто не является поклонником виртуального спорта, здесь, кстати, тоже найдется чем заняться. Например, научиться танцевать, записать свою первую песню или познакомиться со знаниями режиссуры и фотографии. Кирилл Грапиняк, Максим Кравченко, ТВ21+. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин